Сразу купить новую квартиру. У многих не хватает средств. Выход из положения – вступить в долевое строительство или жилищный кооператив и поэтапно вносить деньги. Однако никто из потенциальных инвесторов не может быть полностью уверен, что в конце получит свои заветные квадратные метры. Количество людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, постоянно увеличивается. Есть обманутые дольщики и в Славянском районе. Подробности в следующем материале выпуска. Чтобы навести порядок в сфере долевого строительства, помочь обманутым дольщикам вернуть свое жилье, Генеральная прокуратура России взяла этот вопрос под особый контроль. По поручению заместителя генерального прокурора Андрея Кикотя на Кубани были проведены приемы граждан. В Славянской межрайонной прокуратуре с жителями встретились межрайонный прокурор Александр Фоменко и глава района Роман Сенеговский. Первой на прием пришла горожанка Татьяна Вавилова, которая больше миллиона рублей вложила в долевое строительство. Но квартиру так и не получила. Мы вступили в долевое строительство. Это Краснодар, улица Жигуленко, 3 известная территория счастья. Это был август 2014 года. И в первом квартале 2016 года должны были сдать. Ну вот уже год и 8 месяцев как просрочили. Поскольку место застройки Краснодар, то все материалы по данному делу будут переданы в Краевую прокуратуру. И вопрос будет решен. Это только дело времени. Заместитель генерального прокурора просил довести следующее. Вы должны понять, что вас не оставят ни на один с этой проблемой. То есть будут искать новых инвесторов, будут искать возможности каким-либо образом вам помочь. До 2020 года. Да. И ситуацию эту разрешить. У жителя Славянска-на-Кубани Виктора Калинкина другая ситуация. Он только собирался вступить в долевое строительство. Заплатил первоначальный взнос в размере 10 тысяч рублей. Но из-за болезни решил отказаться от планов. Теперь не может вернуть свои деньги. В прокуратуре пообещали посодействовать в решении данного вопроса. Мы обязательно сейчас поможем вам составить обращение. И со своими анапскими коллегами мы проработаем этот вопрос. Поскольку фирма, к которой вы обращались, и объект, они находятся на территории города-курорта Анапы. Мы туда, через краевой аппарат, через краевую прокуратуру, мы отправим туда соответствующее ваше обращение. Хорошо. Спасибо. Следующая обратившаяся Дина Карагужева в прокуратуре уже не в первый раз. Ее дочь Любовь Ковалева вошла в число обманутых граждан, так и не получивших свое жилье по улице Колхозной 316-1-Б, которая в Славянске-на-Кубани строил жилищный строительный кооператив «Лучший дом». От рук этого недобросовестного застройщика пострадали 11 славянцев. По данному факту возбуждено уголовное дело. Славянский межрай-прокурор Александр Фоменко обратил внимание, что при заключении договоров на долевое строительство нужно тщательно проверять документы. В случае затягивания строительных работ обращаться в прокуратуру, пока не упущено время. Так, как это случилось с ЖСК «Лучший дом». Договор должен быть зарегистрирован в юстиции. И уже в Росреестре смотрят, а есть ли разрешение на строительство, а правильно ли выделена земля, а соответствует ли ПЗЗ и так далее. К сожалению, мы узнали уже, когда уже арматура торчала с земли, понимаете. Мы уже тут путем просто визуального осмотра нам стало это известно. Поэтому вот было драгоценное время потеряно, и, к сожалению, люди привлечены. Но мы будем думать, в том числе с главой, мы должны понять, сколько количества сейчас… Ну вот мы знаем, что 11 человек есть. Если это 11 человек, мы будем думать, что делать с ними, как можно людям помочь. Совместно с главой района Романом Синеговским были намечены варианты решения данного вопроса. Изучим сейчас проблему более глубоко. То есть есть предложение сделать оценку того фундамента, который сегодня там находится, сделать экспертизу этого фундамента, оценить его и посмотреть в направлении инвестора, подыскать инвестора, который мог бы достроить этот дом, и мы могли бы предоставить непосредственно квартиры тем дольщикам, которые оплатили деньги. Но здесь надо посмотреть в правовом поле, для этого и нужна помощь прокуратуры, потому что схему я уже на сегодняшний день вижу, но здесь нужно, чтобы она была обязательно, эта схема в рамках закона. Специалистам Управления строительства и архитектуры дано поручение проработать все варианты решения данной проблемы. Без помощи обманутые дольщики не останутся. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».